Абаканская школа настольного тенниса уже давно славится на всю страну, однако заниматься нашим спортсменам сейчас приходится в буквальном смысле, где придется. Уже к концу 2017 года в Абакане, возможно, возведут современный центр настольного тенниса площадью в 2000 квадратных метров. Расположится он рядом со спорткомплексом Абакан. Абакан вообще в скором времени может претендовать на звание спортивной столицы Сибири, ведь в планах возвести еще и огромный центр единоборств. Пока его проект не разработан, неизвестны и точные сроки начала строительства, ведь все зависит от финансирования. От того, найдутся ли в городской казни деньги, зависит и окончание строительства уже начатых спортивных и соцобъектов, в том числе и физкультурно-здоровительный центр на Торосово с бассейном. Сейчас возведен лишь каркас здания, пока же в приоритете спорткомплекс Абакан. Уже ранее начали строительство большого спортивного комплекса, который уже не первый год продолжается строительство. И в этом году будет продолжаться строительство манежа, действительно грандиозного, но только продолжение, потому что завершить строительство в этом году еще не удастся, ввиду большого количества работ. В планах на этот год у властей начать строительство детского сада для 300 малышей по улице Трудовой и школы на Торосово. Немного придется отложить реконструкцию художественной школы. Оставшуюся старую часть несут и возведут новую. Тогда здание приобретет законченный облик. Продолжат в этом году расстраивать и микрорайон Арбан. Украшением жилого района станет парк не меньше, чем Преображенский. Позже здесь, в зеленой зоне, разместится ледовая арена. Но строить ее начнут не раньше 2020 года. Также, возможно, из-за отметок существующих грунтовых наличия водоема, не воспользоваться этим, наверное, нелогично. И тем более водоемы всегда оживляют, притягивают. Строительных планов у мэрии Абакана немало. Когда они реализуются в жизнь, теперь вопрос лишь денег. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.